Всем привет, ребята, с вами снова я, Ксюша, и сегодня я снимаю видео из разряда Back to School. Сегодня я вам расскажу про свою одежду в школе, которую я уже немного купила, но перед этим хочу вам кое-что напомнить. Кто уже был на меня подписан, знают, что у меня проходит конкурс на вот такие три набора канцелярии. Условия конкурса были в моем прошлом видео, если вам интересно, то переходите в это видео, ищите его на моем канале и смотрите. А также хочу сказать, что тут есть тетрадка, два блокнотика, различные канцелярии и много всего, в принципе, что пригодится именно к школе. Поэтому, если хотите что-то получить, то участвуйте. Ну а мы приступаем к сегодняшнему видео. И сразу хочу сказать, что те вещи, которые я покажу сегодня, это не все вещи, которые я купила к школе, потому что вообще их у меня достаточно много, и сегодня я вам покажу примерно как раз половину. Обычно блогеры начинают, когда показывают свои вещи, показывают прям что-то школьное сначала из разряда школьной формы, а потом плавненько переходит, например, к спортивным костюмам или копам или что-то в этом роде. Но я в этом видео сегодня так делать не буду, потому что хочу сразу начать сначала со спортивного, а потом уже плавненько перейду к моей школьной форме, хотя я не думаю, что эти вещи будут являться школьной формой. Ну и, в общем, самая первая вещь, которая куплена вроде бы к школе, а вроде бы и не к школе, это вот эта вот огромная просто футболка, которая на меня одета. Она, правда, она очень большая и, в общем-то, с длинными рукавами, но хочу заметить, что она из женского отдела, поэтому она женская. Вот, все дела. Мне она очень нравится, очень свободная, и сейчас вы увидите, какая она мне сидит. Следующее, что хочу вам показать, это, так сказать, спортивный костюм, потому что я обрала эти две вещи по отдельности, но скомпоновала их, ну, у меня получился спортивный костюм, и это вот такие вот болотного цвета штаны покупала я в магазине Нью-Йоркер. Это я не помню, в каком магазине покупала, просто где-то в нашем гостином дворе, а это покупала в гостином дворе, в магазине Нью-Йоркер, и почти все последующие вещи будут из магазина Нью-Йоркер, вот. Поэтому это вот такие штаны, спортивные, обычные, тут классные такие карманы, которые прям реальные карманы, а не какие-то обманки, вот. А Нью-Йоркер, к сожалению, обманки. Ну, в общем, вот такие штаны. Вообще, как вариант, можно рассмотреть вот эту вот мою большую футболку вместе с вот этими вот спортивными штанами на физкультуру, как, возможно, я и буду брать в какие-то дни штаны вместе с футболкой, поэтому вот вам тоже один такой лук, или как он вот правильно называется. Ну, а к этим штанам все в том же магазине Нью-Йоркер я купила вот такую вот тоже болотную спортивную кофту с английскими словами, надписями. Она очень классная, там были еще такие в белом цвете и в таком оранжево-желтом, но, я думаю, белая она может мараться, и как-то это с такими надписями смотрелось сильно а-ля писта, а оранжево-желтая, ну, как-то просто в школу даже сильно яркая, потому что, я думаю, я ее буду даже просто там когда-нибудь в субботу носить или там в пятницу, ну, в общем, чисто не по школьной форме. Поэтому, в принципе, тут сдержанный свет, и она очень теплая, тут еще один вот этот вот кармашек, который, знаете, вот такой, а я такие кармашки люблю, вот такой. Поэтому вот такая кофта с капюшончиком, кстати. Ну, и как я сказала, что она теплая, вообще внутри тут находится прям вот такой вот флиз, он очень теплый, и вот у нас на днях похолодало, я ее уже надевала, и вообще ни капельки не замерзла при наших сильных ветрах, поэтому я думаю, когда в школе зимой будет холодно, я буду ее носить и, ну, не буду замерзать. Следующую вещь, я, наверное, тоже рассмотрю, что ее можно носить с моими спортивными штанами, ну, также просто могу одевать в школу с джитсами, это вот такая вот кофточка, я не знаю, как это называется. Она, я знаю, что она размеру оверсайз, но это вроде бы, это вроде бы свитшот или... В общем, я в этих делах не сильно разбираюсь, у меня просто все в кофточке, поэтому вот, опять же, такой какой-то цвет хаки, хотя это не прям хаки, но что-то похожее, и вот эти такие прикольные бриллиантики, ну, не бриллиантики, а какие-то камушки пришитые. Ну, в общем, смотрится прикольно, она тоже теплая, но не такая теплая, как предыдущая, но я думаю, на холода ее носить все равно можно будет. И сегодня я создаю так видео, то, что у меня из старого образа получается новый образ, но при этом в новом образе остается какая-то одна вещь из старого образа. Ну, я думаю, вы уже поняли, даже судя вот по футболке, потом по спортивным штанам, и потом, то есть я убрала футболку и взяла спортивную кофту, и так примерно у меня будет вот. Вот, вот со всеми вещами, которые у меня тут висят, поэтому мою предыдущую кофту, вот эту вот с камушками, я ее думаю, что буду сочетать, могу, в принципе, сочетать вот такими штанами. Это не джинсы, это прям реально штаны. Я их тоже купила в магазине New Yorker, они такие вот в клеточку и с завышенной талией, но в талии они мне просто огромные, хотя это 38 размер мой, но я, знаете, я талию прям просто ужасно путягиваю на ремень, и тогда они сидят довольно-таки нормально. Джинсы мне, ну, точнее, штаны тоже короткие, я уже привыкла на сиди все короткие штаны, потому что на мои ноги сильно трудно найти какие-то длинные джинсы, поэтому, как вариант, можно сочетать, я думаю, вот эти штаны с той предыдущей кофтой. Следующая вещь, которую я могу сочетать с моими прошлыми штанами, это рубашка, она достаточно универсальная, школьная как раз-таки, но не белого, а черного цвета. Вот такая рубашка, она также куплена в магазине New Yorker, и, знаете, у меня, конечно, есть белые рубашки, но я поняла, что ношу их очень-очень-очень редко в школу, мне лучше носить какие-то вот такие вот рубашки, или там, возможно, цветные, так я даже чувствую себя как-то более комфортно, чем в белых. Следующее, что я купила, все в том же магазине New Yorker, это вот такой классный костюм, состоящий из вот такой юбки в клетку, ну, она достаточно короткая, но пойдет, в общем-то. И вот такая вот кофта, тут как бы от кофты до юбки, потом вот такой вот пробел, где видно немного мой живот, поэтому я думаю, что именно вот в таком сочетании я очень редко буду носить это в школу, либо что-то надевать под низ, черное, возможно, чтобы не было видно живота, потому что мне тогда точно со школы выгонят, и я не доучусь 10-11 класс. Но, несмотря на это, вот эти вот вещи классно можно комбинировать с другими вещами, например, вот эту юбку я могу одевать предыдущей черной рубашкой, и это смотрится очень прикольно. Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу заметить, что вот такую юбку можно носить не только с черной, но и с белой рубашкой, и вообще под нее подойдет много каких вещей, каких-либо кофт, это может быть даже обычные какие-то наподобие вот таких футболок, только, возможно, однотонные, какие-то там желтые, розовые, это будет смотреться все прикольно из-за ее расцветки, потому что тут, ну, как бы черно-белая. А также я думаю, что эта юбка будет довольно-таки прикольно смотреться с моей новой бородовой кофтой, но эту кофту я вам покажу только в следующем видео. Что касается же этой кофты, то я ее могу сочетать с какими-то любыми другими юбками, но не думаю, что буду так сочетать. Скорее всего, я ее буду носить с обычными черными школьными джинсами, потому что, ну, как бы и по расцветке подходит, и, в принципе, по длине тоже. Следующая вещь, которую я вам хочу показать, я ее вообще приобрела примерно в конце мая, еще в тот период времени, когда мы учились, в ней я ходила на последний звонок свой, и потом уже, когда, типа, прошел последний звонок, у нас начались консультации, то есть это такие необязательные уроки, вот, и я как-то ее уже больно-таки даже не носила, никуда не одевала, и сразу решила оставить на следующий год, на следующий девятый класс, хотя ее, конечно, можно носить, может быть, на какое-то мероприятие, там, или просто куда-то сходить, погулять, это потому что такая прям реально универсальная вещь, и это вот такой комбинезон идет со штанами, вы представьте, мне подошел комбинезон со штанами, я не знаю, как вам это все показать, ну, вы сейчас все это увидите, а также прикольно то, что его можно надевать с какой-то водолазкой под низ, если холодно, и вообще, ну, смотрится это довольно-таки прикольно. Также здесь вообще этот комбинезон носится с ремешком, и ремешок был сделан из такой же ткани, как сам комбинезон, но он был на какой-то такой бесплатовой заклепке, в общем-то, я, до меня не доходило, как ее делать, потому что я, когда ее все время делала, она у меня разъезжалась, и мне это было вообще неудобно, поэтому я его ношу со своими просто ремнями, у меня есть черный и белый ремень, так вот, его можно носить и с черным, и с белым. Ну и вот такое вот видео у меня получилось, я не стала затягивать, поэтому следующую половину вещей вы увидите в моем следующем видео, и чтобы его не пропустить, подпишитесь на мой канал, а с вами, как всегда, была Ксюша, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok